Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение рынки экономика. Полничтри, 3 мая 2019 выпустили пар Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение. Фото Китай в прямом смысле задыхается от выбросов углекислого газа. До недавнего времени ситуация была поистине катастрофической. Каждый час от смога умирали почти 183 человека. В поисках экстренного решения проблемы китайские власти переориентировались на возобновляемую энергетику. Теперь КНР переживает рекордный бум в индустрии электротранспорта. На КНР приходится до 60% от общего количества проданных в мире электрокаров. По прогнозам экспертов, производство автомобилей на чистой энергии к 2020 году в 10 раз превысит установленную китайскими властями цель. Рынок уже настолько перенасыщен, что государству приходится урезать льготы, а инвесторы опасаются, что пузырь может лопнуть. Китайский электроразряд в материале ленты.ру Как на дрожжах. Китайский автомобильный рынок непрерывно растет на протяжении 28 лет. Два года назад страна захватила лидерство и в индустрии автомобилей на новых источниках энергии. КНР относят электромобили, гибриды и машины, у которых топливный элемент представляет собой электрохимическое устройство, например, на основе водорода. Это могут быть как личные электрокары, так и электрические автобусы или такси. В 2018 году в Китае было продано электромобили больше, чем во всем остальном мире, но еще 10 лет назад правительство КНР только начало работать в этом направлении. Будучи обеспокоенными растущим загрязнением воздуха в городах, изменениями климата и зависимостью страны от импорта нефти, власти приняли план, согласно которому республика к 2020 году должна стать лидером в производстве электромобилей. Фото Господдержка себя в итоге оправдала. Если в 2015 году в Китае продали около 331 тысячи электромобилей, то в 2016 им уже 507 тысяч, а в 2017 году продажи выросли на 53%, до 777 тысяч – это больше половины всех реализованных на мировом рынке автомобилей такого типа. По итогам 2018 года на КНР пришлось 56% всех мировых продаж, в то время как на США только 16%. Сегодня Китай также лидирует по объемам производимых литий-ионных аккумуляторов и числу станций электрозаправки. По оценкам Глобального института, в ближайшем будущем Китайская Народная Республика также может стать мировым лидером по производству робомобилей. Заварил кашу. Особую роль в технологическом скачке, совершенном Китаем за последние несколько лет, сыграл бывший министр науки и технологии Вань Ган. Он занимал эту должность вплоть до октября 2018 года. По словам автора книги «Великая гонка. Глобальные поиски автомобиля будущего Левитилмана», Вань Гана можно назвать отцом китайской электромобильной индустрии. Еще в 2000 году он подготовил доклад для правительства Китая, в котором призвал развивать выпуск автомобилей на электричестве для борьбы за чистоту воздуха. В своем докладе, где машины на чистой энергии рассматривались как первый этап качественного скачка для китайского машиностроения, Вань Ган отметил, что развитие этой сферы позволит стране снизить зависимость от зарубежной нефти, а также составить конкуренцию зарубежным производителям. Вань Ган фото. Будучи министром, он постоянно ставил перед китайскими инженерами амбициозные задачи, например, создать парк электробусов к Олимпийским играм в Пекине 2008 года или обеспечить все крупнейшие города страны тысячи электромобилей. Кроме того, именно при нем китайское правительство предоставило налоговые льготы производителям электромобилей, а также ввело упомянутые субсидии для покупателей таких машин. Во многом именно благодаря усилиям Вань Гана китайский рынок электромобилей теперь растет вдвое быстрее, чем американский. Сегодня покупателям доступно более 100 моделей электромашин, выпускающихся в Китае. В одного из китайских производителей машин еще в 2008 году вложился даже сам Уоррен Баффет. Речь идет о компании BYD, которая в отличие от раскрученной Tesla, давно приносит прибыль. Замахнулись не так давно эта амбициозная китайская компания объявила о планах стать ведущим брендом в сфере электротранспорта в мире. Ее основатель Ивана Чуаньфу часто называют китайским Илоном Майском. Название компании BYD означает «воплоти свои мечты» от английский «build your dreams». По словам Ивана, BYD призвана претворить в жизнь три его мечты – солнечные электростанции, энергонакапливающие станции и электромобили. Одним словом, все, что может помочь экологически-рациональному развитию мира. Изначально к инициативе Ивана многие относились со скепсисом. Когда в 2003 году он объявил о приобретении автомобильной компании, инвесторы отвернулись от его бизнеса по производству батарей для мобильных, и акции за три дня упали более чем на 30%. Однако спустя пять лет его автомобиль F3 стал бестселлером в Китае. Ван Чуаньфу фото В 2008 году BYD продала всего 24 тысячи китайских электромобилей, но уже к 2015 году компания стала крупнейшим в мире производителем электромобилей и занялась электробусами, автопогрузчиками, уборочными машинами и легкими грузовиками. В 2016 году южнокорейский гигант Samsung Electronics купил 2% акции китайского производителя. Уже сейчас BYD реализует более 360 тысяч электромобилей в год на китайском рынке. Для сравнения, глобальные продажи Tesla за прошлый год едва превышают 250 тысяч единиц. В ближайшее время компания планирует масштабную экспансию. В прошлом году компания открыла один из крупнейших в мире заводов по производству аккумуляторов и уже строит второй. Однако эксперты опасаются, что электромобильному гиганту может помешать перенасыщение китайского рынка. На данный момент в КНР функционирует около 500 стартапов в сфере производства электромобилей. Это втрое больше, чем было два года назад, и это становится проблемой. Тектонический сдвиг в пользу электромобилей привел к миллиардным инвестициям в сегмент со стороны традиционных автоконцернов, гигантов цифровой экономики, производителей электроники и лидеров мирового рынка недвижимости. Все они хотят инвестировать в электромобили в Китае. Фото Ситуация сложилась уникальная. Рынок наводнили сотни стартапов, и те, которые достигали хоть какого-то маломальского успеха, тут же становились единорогами. Молодая компания, получившая оценку стоимости свыше миллиарда долларов. Например, китайский стартап Xeoping Motors, Xpeng, которые окрестили клоном Tesla, оценивали в 4 миллиарда долларов, когда у компании еще даже не было собственных производственных мощностей. Лучше меньше, да лучше эксперты. Фетч прогнозировали, что в 2020 году с китайских конвейеров сойдут 20 миллионов электромобилей. Это в 10 раз больше обозначено и в плане сделано в Китае 2025 цели. Кажется, это тот редкий случай, когда господдержка чересчур эффективна. В связи с этим в конце марта правительство КНР объявило о значительном изменении льготной программы для производителей электромобилей. Чиновники постановили, что автомобильная компания получит разрешение на строительство нового завода лишь в том случае, если выпускает больше 100 вопросительный знак тысячи электромобилей в год. А стартапы и зарубежные фирмы должны для этого продать по всему миру минимум 30 вопросительный знак тысячи автомобилей на сумму в 443 миллиона долларов. Фото В этом году субсидии на производство электромобилей будут сокращены на 30%, а после 2020 года власти собираются и вовсе отказаться от субсидирования этой отрасли. Больше всего ревизия затронет наименее технологичные машины. Производство электромобилей с дальностью пробега менее 250 километров на одном заряде перестанет получать государственные субсидии. Для машин с пробегом от 250 до 300 километров на одном заряде субсидии будут снижены с 34 тысячи уаней – 5 тысяч долларов, на одну такую машину до 18 тысячи уаней – 2,7 тысячи долларов. Для остальных категорий дальность пробега от 300 до 400 километров и свыше 40 километров субсидирование также снизит. Новые правила заставили некоторых наблюдателей опасаться резкого спада производства электромобилей и даже заговорить о том, что пузырь электромобилей в Китае может лопнуть. Партнер шанхайского отделения немецкой консалтинговой компании Ролленбергер Томас Фан недавно утверждал, что скоро мы увидим, как большие волны смоют песок с индустрией электромобилей. Эксперт полагает, что сокращение госсубсидий приведет к тому, что многие небольшие производители электромобилей могут разориться. Впрочем, это означает, что за китайских потребителей будут биться только самые конкурентноспособные автопроизводители мира, тогда как самых слабых попросту вытеснят с этого рынка. Так или иначе действия китайских властей серьезно трансформируют рынок электромобилей в ближайшие годы. А последствия этих изменений может почувствовать на себе весь остальной мир как это было, когда в Китае решили ограничить производство солнечных панелей. Екатерина Чапур Продолжение следует...